Всем привет! Сегодня говорим о том, что надо очень беречь наших мужчин, не надо задевать их самолюбие, потому что действительно очень многие могут запомнить это на всю жизнь, очень многие могут просто этого не простить. Ну реально, слово можно ранить так, что человек это запомнит на всю жизнь. Я вот сколько с клиентами своими общаюсь, например, с мужчинами, и такие вещи говорят условно, мне 20 лет назад моя жена сказала, что я там хуже какого-то Серёги, или мне там 15 лет назад в ссоре моя жена сказала, что она со мной на самом деле только из-за денег и так далее. Я говорю, ну она в каком контексте тебе это сказала, она в каком состоянии была, она может быть обижена была, может ты до этого её как-то сильно обидела, ей хотелось на тебе отыграться. А он говорит, а я не помню. Ну то есть реально, может она вообще его приревновала, может там что-то такое категоричное очень случилось, но он этого не помнит, но негатив плохой он помнит. Поэтому, если вы рассчитываете на продолжение отношений с этим мужчиной, если действительно вы хотите, чтобы всё ровно было, чтобы было уважение, чтобы были такие нормальные классические доверительные отношения, пожалуйста, следите за словами. Какие самые такие опасные, коварные фразы существуют, после которых, ну реально, не просто будет самолюбие задето, он и уйти после них может. Или может потом вам всю жизнь мстить за какую-то ерунду. Может он сделать выводы, что вы его не любите, что вы корыстные, хоть на самом деле это вообще не так. Вот смотрите, первое, когда вы говорите, ты неудачник, ты никто, не надо, пожалуйста, если вы хотите подчеркнуть, что он, допустим, там чего-то не добился в карьере, что у него нет достижений и так далее, вы хотите до него это донести, и может быть там справедливо это на каком-то этапе жизни, пожалуйста, выбирайте более корректные формулировки. И я считаю, что ты достоин занять такую-то позицию. Мне кажется, у тебя есть потенциал для того, чтобы поработать в другой сфере, или для того, чтобы заявить себя на руководителя и так далее. Там приводите ему какие-то примеры, подбадривайте его. Я прекрасно понимаю тех женщин, которые, допустим, не хотят жить с неамбициозными мужчинами, с мужчинами, у которых нет каких-то достижений, но это их право. Ну тогда просто не живите. Ну раз вы ему намекнули, ну два вы ему показали, ну подождали, ну посмотрели, а он говорит, а мне не надо, мне и так хорошо. Ну тогда просто не живите с этим мужчиной. Значит, это не ваш пассажир. Значит, ему тоже нужна там другая какая-то женщина, идеалистка, или которая не будет предъявлять к нему вот таких требований. Но вот так вот топтаться по достоинству и говорить там, ты неудачник, ты какой-то чмо, ты ничего из себя не представляешь. Ну что вы, это просто край. Вы понимаете, что особенно если у вас мужчина еще, не дай бог, какой-нибудь там социопат или психопат, он, знаете, как вам за это может жестоко отомстить. Поэтому даже из соображений собственной безопасности не надо на больное наступать. Другое, это когда вы ему говорите, ты не мужчина, ну или другие вариации. Это не мужской поступок. Мужчины так не поступают. Но здесь прямое сомнение в его вообще мужской ценности, в его каком-то мужском достоинстве. Естественно, такие вещи не надо допускать. Лучше говорить от себя. В моем понимании настоящий мужчина так не делает. И я всегда думала, что у меня мужчина так-то и так-то поступит. Смек, чай, те. Или уж, конечно, если это какой-то вообще категоричный поступок, там какое-то громкое предательство или что-то еще. Но опять же, тут говори-не говори, может быть, вам просто мужчина этот не нужен и стоит переключиться. Другое, это когда женщина в пылу ссоры, чтобы как-то обидеть человека, чтобы как-то отыграться, она бросает что-то из разряда. Я с тобой только из-за денег, из-за детей, из-за квартиры, из-за каких-нибудь там родственников больных и так далее, и так далее. То есть, я тебя никогда не любила, и я с тобой только из-за этого. Все, у него якорь включается, она со мной только из-за денег. Очень часто мужчины любят на вот эту вот ситуацию списывать какие-то варианты, когда он, например, очень много начинает изменяться, или когда он из дома денежки подтаскивает какие-то общие или что-то еще. Типа, я ей мщу. Она же сказала, что ей не я нужен, ей деньги нужны, или там крыша над головой, или связи мои, или только из-за детей она терпит, а я вообще никто. А ведь у мужчин очень часто есть вот это там, и подсознательная, да не только подсознательная ревность к детям. Он же центр вселенной, а вы тут ему такое говорите. Поэтому не надо. Если уж хотите обидеть, ну, 10 раз подумайте, потом выберите что-то тогда более изощренное. Но вообще лучше не надо. Я говорю, контекст забудется, а эмоция останется. Нужны ли вам эти проблемы? Подумайте. Тоже. Другие группы фраз, это когда вы ему указываете. Ты хуже соседа Вадика. Ты слабее нашего друга Сережи. Иван каждый год меняет джип, а ты на своей там машине 7 лет уже ездишь. И так далее, и так далее. Но это все. Это сравнение его с мужскими особями другими. То есть это сравнение не в его пользу. Плюс тут еще опасность в том, что это же как бы некое его такое сравнение с обществом вообще. То есть нам показывают, какой он на фоне других людей, на фоне общества, и что он явно там проигрывает. Следующее. Следующее. В принципе, критиковать мужчину в присутствии других людей. Не важно, это ваши общие родственники, это ваши коллеги, друзья какие-то и так далее. Даже, может быть, и при ваших детях тоже не надо, и там еще при каких-то близких родственниках. Но ты его авторитет роняешь, ты ему под дых бьешь, ты его при своих же гнобишь, ты его при своих же показываешь, как какого-то там слабака, дурака и так далее. Я вот помню, как бабушка моя с дедом, там царство и небесное, у меня бабушка умерла, как она его могла тихо на летней кухне по вечерам ругать и пилить. Но при нас, при том, что дед всегда был идеальный, она никогда про него плохо не говорила. Хоть у нас дед, он такой достаточно жесткий, он такой человек специфичный, с тяжелым характером, он мог нас в руках там и пришугнуть, и обозвать он нас мог, и там, когда ты болеешь, он мог тебе сказать, что ты притворяешься, ни хера ты не болеешь. То есть тяжелый человек-то был, при нем мы на цыпчиках ходили, он у нас там спать очень рано ложился, потому что он вставал рано. Они всю жизнь бабушка держали скотину, коров, свиней там и так далее, вот, встал он очень рано, там, наверное, в 4 утра, поэтому, естественно, он уже там 9-10 он спать ложился, и мы там не могли даже пикнуть и так далее. А уж не дай бог, ты что-то пикнишь, он мог встать, там, орать, там, замахнуться, он бить-то нас не бил, но как-то вот попугать мог. И при этом бабушка на всех говорила, да-да-да, деда берегите, дед все правильно говорит, против своего слова ничего не говорить, у него жизнь была тяжелая, но наедине она могла ему, ой как, и вваливать, и все. Вот это, в общем-то, такая зрелая, разумная позиция женщины, я считаю. Вот, поэтому, если уж вы рассчитываете на продолжение отношений с мужчиной, наедине, спокойно высказывайте, говорите, поясняйте, но присутствие других людей не надо. Уж на крайняк, если он высказал какое-то мнение, с которым вы категорически не согласны, или там есть какие-то еще заинтересованные стороны, которых вам не хочется обидеть, просто покиньте помещение или отвлекитесь на что-то другое. Ну, какие хитрые лазейки выискиваете. Еще, это когда женщина начинает, я тебя никогда не любила. Это вот по аналогии с пунктом, я с тобой из-за квартиры, из-за детей и так далее. Все, он это, конечно же, запоминает, но всегда это врезается, и он вам где-то, не где-то будет припоминать, либо он реально может уйти, может начать изменять, может начать там раскапывать. То есть, значит, у вас кто-то был, значит, у вас есть там какие-то альтернативы и так далее. Поэтому держите себя в руках даже в пылу вот таких вот эмоций. Дальше, ну, конечно же, негативно отзываться о его интимных способностях, будь то размер, будь то техника, продолжительность и так далее. Не смеемся, даже если смешно, не надо. Да, понимаете, очень правильная, очень зрелая позиция, когда мы говорим нашему партнеру, чего бы нам больше хотелось, да, как бы нам хотелось, как бы мы хотели дополнить и разнообразить. Но это надо говорить в процессе, мягко, корректно, надо сразу какие-то штучки подкладывать, надо самой инициировать, показывать, чтобы это все было деликатно, чтобы человек понял, что вы его не хотите обидеть, и что вы, ну, как-то вот сами вкладываете, сами его подключаете, сами ему помогаете мягче во все это войти. Но как-то обзывать обидными словами, как-то смеяться, да вы что, это же урон по его достоинству. И еще группа фраз, это когда вы говорите, ты хуже моего бывшего, или я до сих пор помню бывшего, я сравниваю его с тобой, ты в этом сравнении проигрываешь. Но это как и в ситуации, вот, когда мы его там с соседними друзьями сравниваем, но тут еще тоже момент такой, что не только сравнение с обществом вообще, а сравнение с конкретным самцом, который обладал его женщиной. Получается, что этот самец до сих пор обладает его женщиной, хотя, может быть, вы того самого самца бывшего уже там лет 15-20 не видели, знать не знаете, и вообще просто так к слову сказали, что он полку хорошо прибить умеет, а на самом деле он там алкашня какая-то непонятная и вообще никто. А ваш-то там Вадик, он замдиректора и замечательный уважаемый человек. Но ведь мужчина, когда это слышит, у него включаются эмоции его первобытные, он не понимает этот контекст. Это только мудрейший человек, такой очень опытный и прожженный, он может понять контекст, он может быть снисходительным к вашим каким-то эмоциям. Но мало таких людей. У нас мужчины, к сожалению, очень тяжело воспринимают свои эмоции, им проще какие-то вот эти рациональные вещи запомнить, сделать какие-то выводы и идти дальше. Но вот я сколько там с клиентками на консультациях общаюсь, я, вот они мне вот периодически там пересказывают то, как они ругались со своими там мужьями или парнями, или переписку какую-то скидывают, где они их обзывали. Вот там реально все эти группы раз есть. Я говорю, а потом ты удивляешься, почему он у тебя там условно так испортился, почему он сам тебя так стал обзывать, почему он нервный, дерганный стал, к сожалению. Может и не к сожалению, но надо держать себя в руках, надо сохранять, надо дать своему мужчине возможность сохранить вот это вот достоинство. Опять же, если человек совсем не нужный, никчемный, если вот реально никто, не живи с ним, не изменится он глобально. Это должен в жизни какой-то мега-кризис у него, мега-трансформация произойти, чтобы он реально стал другим. Но это единичный случай. А так, скорее всего, он таким же и останется. Поэтому ты и, скажем так, себе нервы не порть, но ты и его совсем уж не закапал. Поэтому будьте более деликатными, учитесь коммуницировать и учитесь, скажем так, более экологично доносить свою точку зрения. Друзья, если вам нужна моя помощь как психолога, как сексолога, приходите ко мне на онлайн-консультации. Мои контакты указаны внизу под видео. Друзья, пишите под этим видео темы, которые еще хотите разобрать на моем канале. Обязательно постараюсь снять на эту тему видео или написать какие-то статьи. Всем пока! Всем до скорых волнующих встреч!